Вина, Мадина, Медея. Правильно? Всё не так. Ой, только бы не перепутать. Здравствуйте, я Лариса Бузеева. В эфире «Давай поженимся». Привет, коллеги! Вот знаете, что я заметила? В основном все девчонки из-за разбитого сердца сбегают в Москву. Ну, хоть бы одна поехала в Магадан. И вот наша невеста тоже. Зато женихи за неё пришли бороться исключительные. Певец и композитор Армен, организатор праздников Дмитрий и бизнесмен Александр. Ну, давайте на невесту посмотрим. Меня зовут Мадина, я пришла на эту программу встретить своё счастье и свою любовь. Со мной рядом мои сёстры Медея и Мальвина. Очень приятно. Проходите. Мадина. 28 лет. Встречалась с патологическим ревнивцем. После пяти лет болезненных отношений сбежала от него в Москву. Мадина работает менеджером по оптовым продажам обуви. Поёт на благотворительных концертах и занимается йогой. Гордится тем, что похудела на 30 килограммов. Признаётся, что иногда курит кальян и нецензурно ругается. Мечтает побывать с любимым в Лас-Вегасе. Мадину не интересуют нечистоплотные, жадные и пузатые кавалеры. Выйдет замуж за доброго и творческого мужчину со стабильным доходом и красивым голосом. Дорогая моя, я не буду задавать глупые вопросы. Что это и для кого это? Я для себя подумала, что я выйду замуж только тогда, когда стану дюймовочкой. И вот я иду к этому. Я весила 95 килограммов. Дюймовочка – это женщина, у которой попа на дюйм от земли. Поэтому не надо. Не надо. Лучше вот прекрасной девушкой. Вот. И решила заняться собой. И сесть на пирогово-осетинскую диету, да? Я их, к сожалению, не ем. Не ем, Лариса. Но мне так хочется. Я их очень люблю. Вот только по праздникам угощаю. Так угощайте тогда. Она весила 95 килограммов. Мать, ты понимаешь, что это? Я все, что это. Ой, Дарлинг, мне какой. Мне все. Да, все понял. Там с тремя начинками три вкуса. Знаю, да. Знаете, да? Ну, пока разговариваться. Разнесу. 95 килограмм. Представляешь, какая она была толстая? А сейчас Няня какая молодец. Девочка похудела, да. Да. Симпатичная. Кошина. Сама худеет, а всех обещает. Молодец. Мадиночка, дорогая, спасибо вам огромное. Я думаю, что это специально осетинская диета. Да? После которой вы на 30 килограмм-то похудели. Я старалась с пирогами худеть внутри. Ну ладно, вам про пироги. Мы все про них знаем. Лучше про женихов. А где вы познакомились со своим ревнивцем? Я жила во Владикавказе, когда я училась на первом курсе. Я познакомилась с ним. Он безумно меня любил. Да безумие. Вот. Настолько, что... А вы понимали, что у вас вся жизнь впереди и не спешили, да, под венец? Ларис, он был слишком ревнивый в этот раз. Во-вторых, я понимала, что он не верит. Я хочу чего-то. Он говорит, зачем тебе это все надо? Это может быть попроще. Мой человек не мог содержать запросы, может, такие. Мы дарили друг другу подарки на все праздники. Старались друг друга чем-то побаловать. Вот. Но его ревность, и это меня добивало. Потому что мне совершенно нельзя было общаться с мужским полом. Это не мои однокурсники, не мои друзья. А не мои соседи. Вообще никого не должно было быть рядом. Только подруги, и то даже с подругами. Какой ужас. Нет, надо от таких ревнивцев сбегать. Что даже пискнуть «Добрый вечер соседу» это уже было преступлением. Если он не видит, я могла пискнуть «Добрый вечер соседу». Но только пискнуть. Потому что если увидят... Ну, то есть это была единственная ваша история, да, такая любовная? Самая большая и печальная, наверное, это была с ним. А когда решили переезжать в Москву? Он меня провожал на вокзале, он плакал. Моя мама меня провожала, он, сестра младшая, Мальвина. Он говорил, что обязательно приедет. Но по прошествии какого-то времени, прошел месяц-два, я говорю, «Тимур, ну чего там, мне нужна твоя помощь, твоя поддержка». Он говорит, «А я женился уже». Нет, он говорит, у меня сейчас у папы операция, потом еще какая-то... Ну, ладно, папа – это святое, это уважительная причина, понятно. Но когда проходит полгода, человек там в месяц один раз появляется, это уже не причина, а постфактум, да? И, соответственно, я говорю, либо ты приезжаешь, либо мы вместе, либо нет. Он говорит, я, скорее всего, я не смогу там. Что я буду там делать? Она милая. Она такая милая, прелесть. И чувствуется все-таки вот наравне с характером, она такая нежная, очень нежная. А вы за каким журавлем в Москву приехали? Вот что вы хотите в идеале? Вот о чем мечталась, грезилась, вот прям хотите в идеале? Я хотела жить в большом городе, питаться вот этой атмосферой, постоянно быть во внимании, находиться в дружеском общении, днем и ночью быть в каком-то драйве, работать, заниматься любимым делом, развиваться. В маленьких городах это очень сложно сделать. А любимый делает какое? Я сейчас работаю в оптовых продажах, занимаюсь обувью. Но помимо этого я занимаюсь музыкой, я сейчас хочу поступать в музыкальный колледж. А что, есть данные у вас? Ну, я надеюсь, что они есть, потому что я развиваю. А мы хотим послушать куплетик. Ну, ты как певица, как ты считаешь? Есть данные, все данные. Да. Ей надо поступать. Ой-ой-ой. Мне нравится. Прекрасно. Ну, вы, конечно, будете развиваться, как певица. А мужчина тогда что будет делать в это время? Мне хочется, чтобы рядом был любимый человек. Когда ты приходишь домой, тебя не встречали просто из стены, а был человек, который тебе дорог. А какие будут его обязательства? Вот встретил он вас, и что он должен вам помогать? Хорошо бы, чтобы он был, допустим, с какого-нибудь продюсерского центра. Я никогда не ставила целью познакомиться с продюсером. Я хотела познакомиться с... А тогда как, милая? Я буду везде сама пробовать. Ну, вы сами себе верите, в 28 лет обычно уже даже подумывают, не уйти ли с эстрады, как ты же замотал. Это много, детка, но 28 лет для того, чтобы начинать, это много. А потом, знаете, я не верю в эту схему, вы себя услышите, пожалуйста. Она говорит, я не про пение, я хочу, когда я приду домой, муж меня встречал. Вообще-то это жена мужа встречает. Роза, я говорю, что жена нужна, а не певица. Я утром рано, встану в 5 утра, я ему приготовлю завтрак, он его съест, будет доволен с это. А я по-другому знаю, что он будет вас ждать. Если он будет приходить домой раньше вас с работы, и будет маяться там от безделья, поверьте мне, он тебе какое-нибудь занятие найдет. Именно. Ну, не обязательно замену, но занятие, которое, может, вам не вполне понравится. Но он тоже будет занятой человек, он тоже будет заниматься делами, перспективный молодой человек, который постоянно в деле. Хорошо, давайте не будем мать разубеждать, это бессмысленно. Жизнь сама докажет. Как ты сможешь ей помочь? Надо точно поступать и учиться. Учиться правильно, петь, выучивать репертуар, красиво все. И вы вместе бы есть взяли, ходили бы всюду, на все шоу бы и праздники. То есть это же чувство. Я бы просто взял бы ее в свой бизнес. Вы сейчас должны определить для себя, что для вас важнее, все-таки стать известной в Москве певицей или выйти замуж. Потому что и то, и другое требует огромной затраты такой внутренней. Ларис, я ложусь в 3 часа ночи и встаю в 6 утра. Я могу себе... Хорошо. Все, не буду разубеждать. Хорошо. Будем искать такого, которого будет все устраивать. Что же мы будем вам здесь крылья обрезать? Ну, не только такого, которого будет все устраивать, а еще и дерзкого, огненного и тоже очень творческого. А, вот. Вот, смотри, как говорит. Вот, видишь, здесь все-таки нужно... Точно, точно, а телевет. Точно, не певет. Видишь, он певет. Это человек, который в компании с друзьями точно будет петь, они будут отсиживаться. Человек громкоголосый, яркий, к себе притягивающий внимание. Певет, что ли? Девчонки, а вы здесь все живете в Москве, да? Да. Папа что говорит? Отчего, может быть, ну, предупреждал, что только не это, Мадзиночка? У нас мама с сильным характером, Ларис. Она такая женщина, если мама скажет, папа с ней обязательно согласится, они посовещаются, и папа будет сверти. И вы хотите, наверное, такого же, да? Я не хочу такого, но такие ко мне притягиваются частенько. Ты будешь выводить ее на сцену, а их хочется рядом что-то. Ну, а что? Послушай, Валерия со своим мужем, он иногда пел две звезды практически. Да. Так что это возможно. Фантазируйте дальше. Он должен быть обеспеченный человек, потому что... Обеспеченный это сколько в месяц? От 150-200, потому что я девушка, которая очень много закладывает в себя и хочет учиться развиваться. То есть у вас вы столько же зарабатываете, да? Я зарабатываю около этой суммы, да, но хотя бы столько же, чтобы он зарабатывал. Вот. И, соответственно, хотелось бы, чтобы он был выше статусом. А вы закладываете в себя, это вы едите, что ли, столько? Он говорит, закладываю. Нет. Я говорю, закладываю. Роза, ну просто будущая артистка. Я не закладываю. Я закладываю. Я закладываю. Красивые вещи, красивая... Ну и до бесконечности, да? Да. А вы что, прям верите, что... Верю. А почему нет? Такие готовые. Все возможно в жизни. Так, ну, субитого тебя спросят, а как у нас с квартирой? Где живем? Можем ли бы... Меня спросят. Да, конечно. Можем ли бы... Можем ли бы... Ну, тогда послать параметры. Я вам желаю ваш огненный характер все-таки придерживать при себе. С мужчиной придется быть мягкой. Тем более, что мужчина вам нужен действительно активный. Вы говорите, притягиваются под каблучники, да? Ну, или мужчины мягкие. Нет. Настоящий для вас мужчина, это тот, кто будет всегда последнее слово оставлять за собой. Потому что ровно такой вам понравится. Не хочется жить всю жизнь с человеком, который, ну, не люб, не мил, да? Поэтому по темпераменту вам нужен активный, зажигательный, тот, который в компании друзей точно поведет за собой. Но будьте готовы чуть-чуть сделать шаг назад и уступить. Потому что и в вас огня много, и в мужчине огня много. Я поэтому вам не желаю мужчину, который профессионально бы занимался какими-то творческими вещами. В нем это, как я уже сказала, творчество должно быть, но в бытовом варианте. Пускай в караоке поет. Потому что иначе вы будете тягаться с ним, а он должен быть хорош в другой сфере, я бы сказала так. Ну и, конечно, настраивайтесь на рождение детей. Ей возраст уже приличный, уже пора. Может, она видит будущее в совместном творчестве, понимаешь? Но это рядом. На самом деле рядом. Если говорить обо мне, то по ее пожеланиям мы рядом. Но у нас нет прям 100%. Я не вижу полного соприкосновения прям. Все девушки, женщины любого возраста мечтают, чтобы мужчина выглядел состоятельным, являлся таковым. Плюс бойцовские качества. Если мужчина способен вернуть себе нажитое, ну тогда какая-то гарантия, что сытно проживете. Вот такого. Я согласна. Гарантия безопасности и силы. Обязательства какие бы ты выполнял. Я как мужчина в отношениях? Да. Обеспечения. Обеспечения чего? Семейного очага. Встречайте первого жениха. Привет. Я Армен. Холосток по гороскопу. Решил сменить свой статус. Это тебе. Спасибо. Хайду. Армен. 42 года. Певец и музыкант. Любит афоризмы, притчи и тосты со смыслом. Коллекционирует часы и солнечные очки. Гордится тем, что родился в Тбилиси и считает кавказскую кухню лучшей в мире. Предупреждает, что он против абортов и признается, что ищет покорную и неревнивую женщину. Армен понял, что ошибся с выбором после того, как супруга не поддержала его в тяжелой ситуации. Надеется, что Мадина будет с ним и в горе, и в радости. Очень приятно вас здесь видеть. Армен, а в какой тяжелой ситуации вас не поддержала бывшая жена? Ну, скажем, очень печальная история. У меня мама заболела. Ну, есть такой диагноз, который звучит как приговор. И в тот момент я не увидел сострадания. Мало того, в тот день, когда вы узнали этот диагноз, и сказали, она пришла и вдруг села за пианино. Да. А сколько вы с ним жили? До сих пор не знали, до этого момента не знали, с кем вы живете. Мы очень мало прожили. Мы прожили всего-навсего около пяти месяцев. Ну, только забеременевали. Да. Неужели за пять месяцев нельзя узнать человека? Да даже если бы узнать, ну какая разница? Если есть чувство сострадания, то... Это вам. Правда? Правда. Армен, спасибо вам огромное. Правда, это вам. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ой, никого не забыл. А я всех забыл. А как вы считаете, почему она так поступила? Потому что была глупая, несмышлённая, хотя нет этому оправдания, названия. Вы знаете, скажем так, я всегда до того момента по-другому относился к, скажем так, войне поколений. Сегодня я понимаю, что война поколений существует. Вы представить себе это не могу. Но это иначе как демонстрации не назовёшь. Может быть, она была в плохих отношениях с вашей мамой покойной? Вы знаете, не то что плохие отношения. И, наверное, скорее всего, вы знаете, есть такое понятие, всепоглощающая любовь. Я у матери был единственный сын. Я это тоже воспринимал, баловин с детства и так далее. То есть всё внимание было её ко мне. А, ну, молодая девушка... А брак первый был? Да. И, конечно, наверное, жена ревновала, да, к вашей маме? Не столько жена, сколько тёща, честно говоря. И могу сказать, что большую лепту в то, что мы расстались, в то, что в этой ситуации была, вносила тёща. Ну, а что она говорила? Чем вы не подходили? Я скажу так, представьте, я взял девушку из такой семьи, где я её выдернул из постели мамы. Они с мамой спали вместе, вот до этого возраста. То есть, да, я взял, ну, ребёнка, по большому счёту, который просто достиг совершеннолетия. И думал, что смогу переделать, немножко ошибся, наверное. Он ей вообще не понравился. Уже по её лицу видно, по большому счёту. Хорошо, но вы же с ней не расстались на следующий день. Она же и дальше вам не помогала нисколько, а вы все силы и время тратили на то, чтобы помочь маме. Мы в тот же день расстались. Мы раздобился 15 минут. Я, ну, у меня немножко... Я другой поставил человек. Хорошо, Армен, а потом, когда родился ребёнок, вы решили простить и даже попытались каким-то образом с ней наладить отношения? Была попытка. Когда ребёнок родился, мы в тот же день, я поехал в роддом, ну, как это, взял в руки, уже понимаешь, что это частица тебя. Да, как-то вот решил. Ладно, говорю, что было, было. Давай это оставим. А она ни своей вины не почувствовала? Вот это самое страшное. То есть она не сказала, прости меня, Армен, ну, дура, беременна, что ты мне хочешь, гормональный... Нет, она сказала, что самое большое моё желание, чтобы мы были вместе, но я под одной коже своей матерью жить не буду. А я не могу так поступить. А она это сказала, когда уже мама болела, да? Ну, да, мама болела, четвёртая стадия была, и мы боролись за её жизнь очень долго. О, девонька, не смотри так, молоденочка, ну, лучше, когда она улыбается. Она изучает, она сканирует, вы понимаешь, она вот слушает и смотрит. А сестра, смотри, как смотри. Сестра молодая, интересная. Армен, я даже настолько на вашей стороне, другого варианта быть не может. Знаете, мама одна. Я хочу добавить, что он до последнего был с мамой, и ни на минуту от неё не отходил. Молодец, хороший сын. И он всегда, сколько он живёт, он всё время говорит, что он как в пустыне, потому что у него нет матери. Моё счастье. Мама. Я думаю, что мамочка сейчас смотрит на Армена, да? Царство и небесное смотрит и будет радоваться. Армен, а чем зарабатываете? Моё. Понятно. Нравится невеста? Вы знаете, вот первое впечатление, когда увидел, я понял, что Кричевский, когда написал песню «Плановая, плановая», наверное, вот брал образ, как у Мадина, скорее всего. А не смущает, что супруга может, например, через какое-то время с вами конкурировать на сцене? Как это возможно? Это набор только дополняет. Она же не дяденька. Ну, ты знаешь, не все захотят, на мой взгляд, вот работать в паре. А до этого сегодня так модно. Нет, в доме должен быть один человек с творческим наклонением, скажем так. Не дадите развиваться, как певицы? Вы знаете, у меня у самого дома очень много условий создано, как студия, что ли. Можно самому и записываться, и писать фонограммы, и что угодно. Но я считаю, что это моя позиция, я никому не навязываю, но женщина, она должна вкусно готовить. Понятно. Хорошо, что сразу все сказал, да. Любить своих детей, воспитывать детей. Воспитывать. И взять своего мужа с охотой. Вот так вот, дорогая. А то я хочу прийти домой, чтобы меня встречал муж с пирогами, да-да. А она себя очень неправильно продала уже... Она изначально обозначила очень... Да, уже, да, что она будет там кто-то как-то встречать, кто-то ее дома будет, да. А пообещайте мне, что вы что-нибудь для меня споете. Конечно. Да. А что вы что-то, что ли? Я думаю, что уже пора. Спасибо. Я думаю, подготовиться. Да, хорошо, а мы пока с девчонками последничаем. Мне кажется, они подошли друг к другу. Вот они друг к другу очень подходят. Вот я тоже так думаю. Вот я буду болеть за него. Скажите, вот пока Армена нет, все равно он увидит, но откровенно, в чем проблема Армены? Я ее вижу, она для меня, ну, на поверхности. Армену надо, чтобы жили для него, чтобы жили всем его жизнью. Да, ему нужна такая женщина, которая действительно будет его поддерживать, будет для него жить. Ну, он будет себе позволять жить немножечко и другими жизнями. Но дома должна быть жена, он очень уважает женщин, он очень уважает женщин. Слушайте, а кто не любит женщин? Они все изменяют, самое что интересное. Правда, Саша? Однозначно. Не мужик тот, который не изменяет. Армен любит женщин именно так, как нам не нравится, когда любят наши мужики. Ну, если нет, Поларисочка, если вот у жены будет такое же количество золота здесь, здесь, и я вот такая... Я тоже не могу ловиться. Все, я готова, а? Я не готова, я не готова. И что, прямо так не надо? Даже с таким количеством золота. Нет, это не надо. У меня большая гордость. Я не прощу, чтобы мне кто-то изменял. Жених готов? Давайте посмотрим на сюрпризы. Кровь отравлена любовью, разум не в сердце в рубцах, кровоточек рано рядом. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо, Армен, огромное. Да. Мы сейчас вам будем кости перетирать. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нужна блондинка, лет 20, ухоженная, которая будет жить с ним. Он будет ею хвалиться, гордиться. Да, абсолютно должна быть вся сделанная. Будет рожать детей, возить на хорошей машине детей в детский сад, в школу и так далее. Будет иметь подружек, личную жизнь, о которой Армен никогда в жизни не узнает, но будет думать, что дома молодая, обожающая, любящая. А он будет жить так, как привык. Тут даже не может быть. Поэтому не случайная история с первой, которая была из одной семьи в другую. Все будет то же самое. Вы для него просто взрослая, непокорная, со своим мнением не вы. Ну, по поводу 20 лет я бы с тобой не согласилась, а вот по поводу блондинки яркой, красивой сделанной, пожалуй, да. Да, правильно, очень правильно. Тебе нужна любящая, хозяйственная, но в то же время темперамент. Есть сферы жизни, в которых он, правда, не раскроет никогда. И я боюсь, что это вовсе не его какие-нибудь загулы или встречи с женщинами. Ну и тайная жизнь будет всегда. Либо вторая жена, либо любовница. Ну, по поводу второй, ну прямо второй вот... Ну, постоянная любовница будет. Ну ладно, пункт все. Всех денег не сочтете. Я боюсь, что золото, вот, Роза, которым ты мечтаешь, останется на нем. Я точно так. Нет, ну правильно, Роза, я сама заработаю, если человек... Да, девушка, к пенсии заработаешь. Мы начнем с того, что? Хорошая астрология. Нет, доходы вообще не должна знать жена. Самое главное, чтобы она не нуждалась еще. Встречайте второго жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй. Здравствуйте. Я рад нашей встрече и знакомству. Желаю сегодня нам успехов. Это тебе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий, 42 года. Организатор и ведущий праздников. По образованию моторист второго класса. Обожает шумные вечеринки и новые знакомства. Мечтает о красивом доме на берегу океана. Предупреждает, что никогда не женится на полной рыжей девушке. Одна жена Дмитрия оказалась профессиональной жрицей любви. Другая изменяла ему на любительском уровне. Надеется, что для Мадины верность не пустой звук. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. А, так я не понимаю, сколько у вас всего было жен? Официально или нет? Официально две. А неофициально? А это просто были женщины, с которыми вы жили. Какие, какое они имеют отношение? Нет, а душевно. Может быть, он еще пятерых считал своими женами. Ага. А неофициально? Все серьезные отношения я считаю девушек своими женами. Приятный мужчина. Я всегда легко к этому относительно. Ну, в принципе, моя жизнь, она шоу. И не только в профессии, в деятельности, еще в личных отношениях. Поэтому я всегда относился легко к этому относительно. Но всегда извлекал опыт. И учился, и готовился к серьезным отношениям. Ну, смотрите, вы себе живете, живете с женщиной, любите ее. И вдруг в один прекрасный день. А товарищи ваши что-то там нашептывают, что она, типа, зарабатывает деньги своим организмом. Да. А вы, говорите, с ума, что ли, сошли? А они говорят, ой, присмотрись, Дим. Да, ну так было у меня с последней встречи. А как узнали, что это на самом деле так? А по телефонному разговору. Я просто стал случайно свидетелем. Она в другой комнате разговаривала с своим, я так понимаю, с технером бывшим. Это какая же должна быть у нее тяжелая в финансовом плане жизнь с мужем? Не с любовником, а с мужем, что ей приходилось жертвовать собой, зарабатывать деньги таким образом? Что так в черном теле держали? Нет, дело в том, что я как раз был спасителем, понимаете, ее. То есть она бежала ко мне от той жизни. То есть поэтому она рассказывала себе. А, то есть вы не знали? Я вообще понятия не имел. То есть она просто мне понравилась. Ну так и раз вы ее спасли. Может быть, это был невинный телефонный разговор, Иван Петрович, я больше не работаю. Да, но она потом сбежала. К Ивану Петровичу. Ну вот она сбежала оттуда, оттуда она приехала. Потому что она замуж вышла более выгоднее. Тань, вы подруга, вы знали эту историю? А ваша версия какая? Я думаю, что она просто не говорила о себе и не хотела говорить. А зачем тогда я была замуж выходить? Ну зачем? А когда она пропала, она со своими вещами пропала? Простите за эту подругу. Нет, нет, ничего моего она не украла. И вы ее не искали больше? Я искал. Ну а как разводились-то? Нужно же было ее согласие. Просто она со мной сыграла злую шутку, понимаете? Она уехала, а потом заявила о себе. Ага. Ну как ты себя чувствуешь? Просто когда я настал ее подозревать в, скажем, левых отношениях, в прошлом вот этом, она решила меня, видать, привязать немножко, сыграть в игру, в результате которой... Скажите, за что она вам стила? Чем вы ее обидели? Вот, наверное, своим недоверием. А потом вы жили с женщиной, которая вам родила двоих детей. Да. А почему ее до ЗАГСа не довели? Ну потому что я нарвался на измены. Просто-напросто. Прямо с ней же? На регулярные измены, да. То есть она мне стала изменять. Как узнали об этом? Как я пришел домой с мероприятия, то есть у меня должно было быть мероприятие, оно не состоялось. Я прихожу домой, а там у меня сын один. Сколько было времени? Ему три года, и он один просто, ну, не знаю, он уже в полудреме, в такой, в стрессе лежал. Я начал ее искать, и она была просто у любовника. Какой-то вообще странный мужчина. Но ведь вы же родили от нее и второго ребенка. Ну это, да, два года разницы девочкам. Да, ну а почему не расстались, не женились, продолжались с ней жить, зная, что она вам изменяет? Может быть, и дети не ваши? Дело в том, что она каялась, понимаете, очень сильно потом, просила прощения, вот слезно просто. А как вам кажется, Дмитрий, почему женщины ваши и та, которая не рожала, которую вы любили, и та, которая вам родила двоих детей, изменяли? Почему изменяли? Может быть, может быть, не хватало вот этой какой-то, может быть, хватки на тот период времени. А может быть, вам просто нравится определенный тип женщин? Может быть. Ну мужчина мягкий, видно, слава характера. Выше ничего не мог сказать. Гуляла, говорила с богатыми мужчинами. И тут он все прощал, и в итоге потом. Нет, возможно, любил. А дети ваши, да? Дети, вот сложно сказать. Ну что, взяли бы это? Я не проверял их. Потому что я их очень люблю, и, честно сказать, я... Не хотите знать правду? Они меня очень любят, у меня рука не поднимает. Не хотите знать правду? Я, честно сказать, да, наверное. Вот смотрите, вот перед вами сидит Мадина, которая точно вам не будет изменять, воспитанного в правильных традициях. Это большой плюс. Нет, ничего не будет она отрывать. Это большой плюс, который я уже отметил, когда вот видел. На экране телевизора вас, да, я сделал плюс именно в этом, что это первый плюс, который я отметил для себя. Вы-то уже наэкспериментировали с падшими? Я уже просто реально наэкспериментировал. А вот а я боюсь, я потом у Василисы спрошу, что даже если вы женитесь на чистой девушке, вот как Мадина, бегать будете либо к первой жене, либо к второй. Понимаете, как к подруге, как к матери своих детей, потому что это Ваша проблема. Дело в том, что у жены есть муж уже. А вот скажите, Мадина хочет доход в месяц для начала от 200 тысяч. От меня, допустим. От мужчин своего, да, и до бесконечности. А Вы организаторы ведущие, Вы сколько, зарабатываете столько? Ну, здесь нельзя сказать, у меня нет зарплаты, понимаете. Я сам зарабатываю. То, что потопают, то и полопают. Некоторые организаторы зарабатывают, а вот 50 тысяч долларов. Нет, для Мадины походу точно я подхожу, но она мне не подходит. А живете где? Ну, я сейчас снимаю жилье на самом деле. Да, потому что, ну, вот это разрушение последних отношений, оно буквально недавно, да, плачу. Съемная квартира, алименты. Новый бизнес, еще прибыль наверняка в него вкладывается. И мечты о доме на берегу океана. Вот, на самом деле, у меня это... Смотри, у меня 9 лет опыта, как ведущего. Я заявлен на рынке. И что? Меня многие знают. А есть бизнес-план, понимаете? Есть бизнес-план, да. Есть вложение. Есть моя уверенность. Нет, это все ерунда. Ну, что ему теперь, белую простыню? Нет, 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 добра, добра. Я имею в виду, что... А так же, что ты не... Да нет, я про другое. Это вот жизнь мечтами о том, что завтра будет лучше. Вот сидит невеста, говорит 200 тысяч, и я ему объясняю. Милый, надорвешься. Понимаешь, чтобы приносить ей 200 тысяч, бизнес, который только-только налаживается, он само требует, а тебе в жену надо будет вкладываться. Вот я про что. Деньги только увидит, а бизнес через два года. Вот на платье, вот меня могу сказать изумело ваше близнецовское легкомыслие. Уж простите, потому что вы человек зрелый, объективно, хотя выглядите очень молодо. И вы должны уже рассчитывать, когда мужчина мечтает о чем-то, что он точно не сможет себе, например, позволить в ближайшем обозримом будущем 20-30 лет. Это называются просто мечты. А когда женщина спрашивает о мечтах, она предполагает, что у мужчины есть какие-то конкретные планы поступателя. Вот ваши планы в течение пяти лет. Например, можете ли вы позволить себе купить квартиру в пять лет? Или понимаете, что нет? Конечно. А квартиру я в Москве или вообще? В большинстве квартиры. Где-нибудь в Радюкино допустимую квартиру можно купить, не надрываясь за пять лет. Давай поженимся теперь ваше мобильное. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А пока реклама, оставайтесь с нами. Мне кажется, для Дмитрия будет всегда предпочтение. Блондинка с надутыми губами, с блеском в глазах, которые веселые, общительные, коммуникабельные. Которые в лифте ему прямо все там и расскажут. Это в прошлом, да. Дмитрий по натуре игрок и авантюрист по натуре. Он любит женщин, которые легкомысленного типа, и он будет любить их всегда. Но женится... Это буквально было в прошлом. Но те раны, которые я получил после последних отношений, они исправили, не могли не изменить меня. Дима, посмотрите в свои глаза. У вас они бегают по сторонам, понимаете? Вы азартный человек. Вот в этом может выклевать. Может быть, он сейчас такой сюрприз покажет, что вы свои слова возьмете обратно. Дима, совершенно не азартный. Мы не получаем это ничего. Это хорошо. Это плюс. Видите, второе женское мнение. Я не азартный. Девочка, покажите сюрприз. Конечно. Какая-то умничка. Романтично, но не нашлычка. Какая-то своенравная такая, да? Мне кажется, она сама не знает, чего она хочет вообще. Сегодня со мной мой деловой партнер, хороший друг Татьяна. Она певица оперная. И она поможет мне в этом. А вас я прошу на наш танец под аккомпанемент Татьяны. Я не могу. Я обращаю с твоими ногами. Я вне с твоими ногами. Я оскорбляю тебе, я подобрал, Ais. Прямо в твоих сладкого пыли. Я обращаю с твоими ногами. Я обращаю с твоими ногами. Красивый голос. Да, красивый голос. Вообще сильный голос. Так, опять же, я петь, это не на что-то доме. Я не знаю, да. Я рис, I have kissed you, no, I die, but I breathe your name. Спасибо. Вам спасибо, дорогая. Что скажете? Меня смущает то, что у него двое детей. Вот, с одной стороны. Нет, потому что мне бы хотелось, чтобы у моего мужа были дети только наши совместные. А, то есть без прошлого мужчины. Да, пусть у него есть прошлое, он был женат, разведен, но нет детей, например. А лучше, чтобы его не было. Да, это мне батя говорил, слушай, это будет проблемой. Боюсь, что с хорошей женщиной он заскучает. Нет, нет, да и где-нибудь он глазом-то и стрельнет, уходящий, там, с виляющей походкой какой-нибудь блондиночкой. Понимаете? Ну, он, походка тоже виляющая такая, соблазняющая. Но что-то в нем есть. Я бы не ставила на нем крест. С одной стороны, согласна с вами, что это действительно его сексуальный выбор. Женщины достаточно легкие, доступные, потому что именно они кажутся необременяющими мужчиной контактными. Но есть другой тип женщин, которые верные, но при этом легкие в общении. Вот ему и нужно таких искать. Они совершенно не обязательно будут представительницами древнейшей профессии, но они могут не обременять. Они могут дать то ощущение веселья, молодости, радости, но без измены. Тебе понравилась невеста? Да. Отлично. Мне тоже. Она будет классной. Скажи мне, а если она придет сюда? Ты выдержит? Ну, это отлично будет. Супер. Давай, Дэд. Молодец. Так держать. Вы человек в общем серьезный и хотите для себя чего-то практического и конкретного. У нас еще есть один жених, поэтому вы можете пройти и познакомиться. Здравствуйте, Мадзина. Я Саша. Очень симпатичная девочка. Спасибо. Проходите. Александр, 32 года. Директор турецкой транспортной компании. Любит петь в караоке и мечтает о доме у моря. Преднается, что курит и заикается, когда сильно нервничает. Предупреждает, что его мама внимательно следит за тем, чтобы он не связывался с недостойными девушками. Жена Александра его бросила, когда он увлекся казино. Любимую девушку посадили в тюрьму за разбой. Уверен, что Мадзиной он всегда сможет гордиться. Скажите, Александр, а что правда вам нравилось больше играть в казино, чем быть отцом и мужем? Ну, тогда так было, просто как базар, так как бедоболезненно. Я сам не знаю, знаете, именно у меня тогда было для этого 21-ка, как бы молодость играла. Это сложно из себя вытравить, честно говоря. Ну, честно говоря, все женихи очень-очень-очень непростые. А как мама следит за вами, чтобы вы не связались с недостойной девушкой? Ну, она как бы, она смотрит постоянно. Мы с ней как бы общаемся. А вместе живете? Нет, она в Турции живет, я здесь. А вы турок? Нет, я сам армянин. А я знаю, есть видео, можно посмотреть? Едем теперь мы на работу, ну, чтобы, как бы, деньги делать, все. Вот, очень хочу, чтобы ты была рядом, чтобы я тебя тоже устроил к себе, чтобы ты мне помогал. У нас с тобой будет семейный бизнес. Считай, купим тебе тоже такую же машину одну и будешь кататься, меня возить. Пойдемте посмотрим, как я живу. Это музей. Здесь, вот, я смотрю, комизор, гостей, мы достучаем, все. Барган у меня, извините, я холостой. Жду, пока ты придешь, и будешь со мной вместе здесь уборку делать. Это моя банна. Это я сейчас сплю. Двухкомнатная, да? Трех. Трехкомнатная? Ася, а вы подруга с какой стороны? У нас родители дружат, поэтому мы давно уже достаточно общаемся, уже лет восемь. Скажите, а мама какую невестку хочет? Мама хочет невестку, которая была домашней, которая была бы опрятная, очень чистоплотная. Но при всем при этом, чтобы она была современной, так как у Саши мамы очень современная женщина, чтобы она была ухоженная, потому что Саша нравится очень. Возраст, мама, ну, для себя определила возраст невесты? Ну, до тридцати. Я думаю, до тридцати. До тридцати. Каждая женщина своему сыну, это самое, говорит, что такая же, как она, это пример. Да, все понятно. А вторую у Саши, где вы нашли девушку, которую посадили? Вторую мы познакомились с ней в караоке, с Юлей, как бы общались с ней, жили с ней, кстати, два года вместе жили. Ну, и как бы потом со старых, как бы прошлых, у нее, оказывается, там какие-то были проблемы, и как бы в дверь мне постучали. А вы не знали и не догадывались, я про это не знал. Армен, ты, конечно, один из лучших, я тебе сразу говорю. Спасибо, конечно. Да, и внешне, и по всем. Только единственное, что она что-то считает, что ты любитель сильной женщины. Ко мне постучаются и говорят, здравствуйте, мы ее как бы забираем, она в розыске. Ну, и все. Я приехал туда, в тюрьму, да, я приехал, но она, как бы там, не было записи, что это мой, как бы, гражданский муж. А, гражданский. То есть в списках родственников у вас там не оказалось? Да, меня не было. И вы обиделись, да? Она не указала, я, ну, как так, ну, я оставил все, что привез. Послушайте, но ей же хуже было, то есть хуже, чем вам. Поэтому что же такие обиды, что же такой гордый прям? Ну, нет, обиды-то такой, как бы, нету сильной прям обиды, ну, как бы... Может, она обременять вас не хотела просто? Конечно, или, может, ей было стыдно, испытывала какие-то чувства неудобные. Ну, у нее есть мой, как бы, номер, и она, как бы, в любую, как бы, это она... Могла бы позвонить, в конце концов. Да, но она не звонит. Не, ну, для мужчин, когда женщина в нем не нуждается, это, мне кажется, самое обидное. Особенно в таком... О чем вы говорите? Вы с ума все, Саша, я вам в тюрьме сидит. Мне не до этого было. Ей плохо. Да нужно голову разбить, понимаешь, уже потом разбираться. Это твой человек, с которым ты дерился, то хлеба и спал. Сначала надо вытащить оттуда, все сделать, понимаешь, помочь, а уже потом разбираться, кто прав, кто виноват, кто в каких списках есть. Ну, если бы она обратилась, он бы еще мог бы что-нибудь там, как бы, сказать. А там, я не знаю, может, и не надо. А я помог ей. Почему? Саша помогал, нанимал ей адвоката. И с восьми лет ей, как бы, дали четыре. Твоя женщина должна быть дома, храниться из-за твоего очага. Ну, естественно. Она должна верить тебе слепо. Прости твоих детей, да. Ты сейчас не должен, конечно, этой верой пользоваться вдоль и поперек, но она должна тебе слепо верить. Ну, да. И ты должен благодарить ее за то отношение, которое она к тебе проявляет. Кстати, могу, Мадиночка, сказать, что Саша получил очень хорошее наследство от своего отца, и он предприниматель, у нее своя грузовая компания. Даже ко мне не 200 тысяч, а по воле. А как вы относитесь к тому, что вот Мадина хочет делать певческую карьеру? Никак. То есть вы запрещаете и все, да? Конечно. Ну, как так? Смотрите, вот уже второй мужчина, который... Как прям вот запрещаете, или вам еще все равно? Ну, как это так? Вот я с ней, это, я, она, эх, там, песни, как бы где-то... А я пришел такой, и шабашки, так кинают. Мужчины смотрят, смотрят. Ну, как это? Все. Оскорбил. Оскорбил. А вообще вы видите рядом с собой такую девушку? С собой тоже я, я такую, как бы, да не вижу, чтобы она пела. Она имеется в виду жена в будущем? Как бы, да. Девушка, которая сейчас сидит в тюрьме, вы видели с собой рядом, а девушка, которая будет опять... Вот девушка, у которой есть потенциал, она к чему-то стремится, это плохо. Да он же не знал, что она там, это, что, она не написана, что ли, была? Во-первых. Во-вторых, она была прекрасной девушкой для нее. Она его очень любила, оберегала, заботилась. Об этом я же вам сказала, что, извините, не разбежались мужчины, чтобы, приходя домой, наоборот, жена позже приходила, чем муж. Представляешь, никому невеста не подошла, оказывается. У нас, кстати, на следующей неделе, в четверг, праздничная программа «Шесть лет». Так вот, за эти «Шесть лет» огромное количество мужчин, которые в своих анкетах обозначали только не из шоу-бизнеса, девушка. Никто не написал «Желаю встретить свою любовь из шоу-бизнеса». Вот и все. Поэтому это вполне естественно. Никто не хочет. Так, Армон, представь себе, ты поешь, она поет. А дома-то кто вообще? А я бы уже и на сюрприз посмотрела. Да. Конечно. А я бы уже и на сайте. Так, конечно, не попадает вообще. О, с душой поет. Твои печали переголодывать. Твои тревоги Перегладывать. О, на плечи сильные Свои. У меня просто голос. Спасибо вам огромное. Вы нас порадовали. Проходите свою комнату. Скоро узнаете, кого Мадлина выбрала. Я лет до 24 не воспринимала мужчину, если он был неприблотненный. Мой первый муж был царство небесное. У него было две ходки. Я не воспринимала мужчин. Если он неприблотненный, если он вот так не разговаривал, если он так вот выдумать не пел, я не видела. Если вас это вот это радует, если вы сегодня будете радоваться этому, то вперед. А так пусть повзрослей. 32 года не наигрался. Просто не наигрался. Правильно. Не наигрался. Но это самые нежные любовники, самые щедрые, как ни странно. Вот будет у вас, будут деньги, все будут потрачены на вас. Если не будет денег, то не будет, понимаете? Мой муж на последние деньги по тем временам покупал, допустим, туфли 36-го размера. Я говорю, с ума сошел с моим сороковым. Он говорит, а ты вырежи вот это, где пальцы, и ходи по дому. И я вырезала, что эти пальцы вылезали, и я ходила, как птица. Это было очень смешно. В этом что-то есть, но до определенного возраста. Тебя понравилась невеста, Саша? Ну, девочка, может... Мне кажется, не очень, нет? Ну, просто девочка. А ты выйдешь к ней, если она придет сюда? Да я пока не знаю. Вот, я член, кстати, армянской диаспоры. О, Боже. Этого мужа. А чего? Я знала про тебя многое, что ты дворянских кровей, но жила в бараках. А что у тебя бабушка, это называется энциклопедия поговорок, понимаешь? Всевозможных. Причем русских народных. Русских народных, да. И что ты в армянской диаспоре, Роза? Да, мне армяне первые помогли в 90-е. Слушай, а ты, случайно, не атаманше татарских казаков? Да. На всякий случай, да. Молодец. Красавец. Мужчина, вот, особенно Сашенька, он подается в корректировке. И чего? А потом, извините, пожалуйста, бы хотели... Он ей сказал, не петь. Будешь петь у меня. Послушай, я должен сидеть, а она должна петь. Со своей должен сидеть, а для нас должны петь. Ну, о чем поговоришь? Так, а что плохого-то? Западло, ну, не по-баскански, не поймут, понимаешь? Правильно. Пойте колыбельные своим детям. Знаете, вот такие вот, как говорится, доходные. Вы так, нет, не ждут вас. Вы сейчас выйдете и прямо стоите. А он зажиточный? Еще какой зажиточный, мать! Я чего тут 30 минут-то... А, а что ты с самого начала не началась? Да я так и тебе говорю! Тогда правда для вас будут петь. Вы говорите, петь колыбельные, у меня будут... У него компания, будет перевозка из Турции. Все, извините. Но? Извинение принято. По поводу ребенка по характеру, знаете, я бы с вами поспорила. Он, с одной стороны, любит женщин жестковатых, объективно. Мягкая не нужна. Но при этом и сам он не разбежался к этой командирше прислушиваться. Вот это уникальная вещь. Я считаю, что она бывает у людей, ну, скажем так, недействительно, не очень зрелых внутренних. Потому что, возможно, либо то, либо это. Либо ты командуешь, либо ты ждешь от женщины какого-то послушания, а не жесткости. Ему немножко, может быть, все равно, какую женщину выбрать на этом этапе жизни, потому что он одиночка. Соединение Солнца, Меркурия и Урана прогрессивное, оно, к сожалению, дает не эгоизм, а такое вот желание отстраниться от всех окружающих. И женщину он выбрал от одной в казино, сбегал, другая сама от него сбежала или сбежали ее в места не столь отдаленные. Поэтому ему еще пару лет нужно все-таки примириться с мыслью, что женщине придется жить под одной крышей, а не на дистанции какой-то. Ты выйдешь? Я не знаю, как карта ляжет. Как у меня сейчас будет, короче, перепад этого настроения армянского счастья. Малина и Медея, что скажете, кого советуете? Что касается женихов, для Мадины мне это не понравилось. А вы что скажете? Мне так же. А вы что скажете, Мадиночка? Мне понравился немного Дмитрий, но как-то меня шатает из стороны в сторону, нужно мне это или не нужно. Вот бывает торкнет сердце, вот это мое, все, хочу, не могу. У меня здесь такого нет. А может это и хорошо. Ведь это же не всегда так. А то есть у меня как бы все плюсы, но не уверена, да? Да, да, да. Поклонники в 20 лет, это нормально. Поклонники в 28 лет, это уже не интересно. Нужно, чтобы был серьезный один и настоящий. Я не вижу серьезности ни в одном из этих мужчин. А я бы к Карменчику бы прямо пошла. А я бы к Сашу бы. Знаешь, это наследство не это. И к Саньку тоже можно, кстати. Да. А если та выйдет через два года из тюрьмы, ты выдернут вам ноги. Тоже знаешь, тоже как-то это опасно. И куда ты не пойдешь. Не на чем ходить. Не на чем ходить будешь. Вась, что там без звезды? Только Александр из тех, кто был сегодня. Я не могу сказать, что это идеальный для вас вариант. Но если уж сегодня выбирать, то точно только Александра имеет смысл. Потому что в нем есть та самая угненность, которая вам нужна от мужчины. Поверьте мне, он достаточно громко разговаривает в ресторанах. И достаточно активен. Вот тот самый темперамент и тот самый типаж внешний, который нужен. Просто в программе сложно раскрыться сразу. Все пытаемся вести себя, ну, немножко так, как от нас ожидает общество. Только не меня. Я тебя умоляю. А если все-таки никто не понравился, приходите на сайт двоеточка ТВ. Там обязательно найдешь. Я хочу все-таки завершить нашу программу, как уже полагается прогнозом. Четвертое октября. Лунная стоянка называется Обжора. Ничего общего с приемом пищи этот день не имеет. Он хорош для того, чтобы отстаивать свои интересы и для того, чтобы избавляться от ненужной работы. К счастью, это сделать легко, и это будет суббота. Пятое октября. Лунная стоянка Счастливчик. Несмотря на арабское название, этот день несчастливый. И начинание, в общем, на него лучше не планировать. Но зато 5 октября хорошо встретиться с друзьями или провести пылкое свидание. То есть для небольших встреч день хорош. И, наконец, 6 октября. Внимание! День волшебный перед лунным затмением. Бросаем вредные привычки. Курение, пьянство и другие излишества всякие нехорошие. Младеночка, проходите туда, куда решили. Три жениха и комната, где вас никто не будет ждать. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Олег, 31 год, номер 3507. Руководитель проектов по строительству мостов. Построил памятник космонавту Титову в родном городе. Мечтает познакомиться с умной сексуальной девушкой. Вероника, 22 года, номер 3508. Студентка, занимается фитнесом и йогой. Любит ходить в театры, кино. Познакомиться с состоятельным бизнесменом, вместе с которым будет много путешествовать по миру. Мы не знаем, выйдет Мадина одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. Сегодня у нас нет пары. Если вы одиноки, отправляйте анкету на сайт Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с семейным героем на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Что такое внутри слоговительный гармонизм? Не знаю. Маслогизация дивтонгов. Я не эмоциональная. Когда мы ели один раз в день, мы жили в Индии. Я тот, кого ты тогда нас ждала. Остановись и увидишь, как я люблю, как я люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ